В эфире новости в студии теле радиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте! Коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В еженедельное оперативное совещание главы с руководителями структурных подразделений перед началом заседания прошла церемония награждения жителей Муравленко. За высокопрофессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, а также в связи с празднованием Дня работника архива и Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства муравленковцы удостоены благодарности и почетных грамот губернатора автономного округа. Благодарности аппарата главы региона за большой вклад в обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних вручены сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних Елене Евченковой и Ларисе Стебневской. По случаю юбилея и за многолетние трудноблаго города, благодарность и почетную грамоту администрации Александр Подорога вручил Людмиле Нугумановой и Надежде Питль. А Ольга Самойлик удостоена благодарственного письма аппарата губернатора за активное участие в конкурсе «Лучшие муниципальные служащие в Ямалоненском автономном округе». Совместно выработать конкретные действия, позволяющие развиваться городской системе спорта, глава администрации Александр Подорога встретился с работниками муравленковских спортивных учреждений. Необходимость в проведении такого открытого диалога назревала давно. Желание озвучить вопросы и заявить о проблемах было как у руководства города, так и у тренеров. Подробности в материале Светланы Грачевой. Встреча с работниками спортивных учреждений в таком формате главой администрации проводилась впервые. Руководству города небезразлично развитие спортивной сферы. В чем кроется причина того, что наши атлеты несколько сбавили темпы и стали реже добиваться наивысших результатов. Как доказательство о беспокойности, это прозвучало и в докладе заместителя главы по социальной политике Елены Молдаван. По результатам выступлений в спартакиадах трудящихся и учащихся, наш город находится на седьмой и восьмой строчках. Очень важно развивать, особенно развивать те виды спорта, которые входят у нас в спартакиады, такие спартакиадные виды, хотя некоторые из них у нас почему-то либо вообще не культивируются, там есть такие два, либо находятся сегодня в таком достаточно плачевном состоянии. И несмотря даже на достаточно существенное вливание в части материально-технической, но, к сожалению, все равно это не оказывает какого-то решающего влияния на конечный результат. Оздоровление жителей города, независимо от возраста, находится в числе приоритетных задач власти. Действенные меры необходимо выработать совместными усилиями. Поэтому во время встреч общение происходило в формате диалога. Александр Подорога высказал свое видение развития ситуации. Тренеры озвучили свои желания. К примеру, работники спортивно-оздоровительного комплекса «Ямал» просили пересмотреть принцип деятельности учреждения. Пока в СОКе в основном упор делается на оздоровительные методы. Тренировка спортсменов же отошла на второй план. По мнению выступающих, тренерскую деятельность нужно разделить по группам. Начальной подготовки, учебно-тренировочной и спортивного совершенствования. Система подготовки, чтобы не нарушать здоровье ни ребенка, и чтобы грамотно и слаженно построить этот тренировочный процесс, не перегружать его, потому что невозможно сделать объем тренировки, который рассчитан на неделю за три тренировки. В числе других предложений привлечения молодых тренеров-преподавателей глава администрации подчеркнул, в этом вопросе инициатива прежде всего должна исходить от руководителей спортивных учреждений. Решение кадрового вопроса позволит не только улучшить показатели выступлений, но и, возможно, в городе появятся совершенно новые виды спорта. Вообще, во время общения затрагивались различные темы. Для того, чтобы слова подкреплялись делами, Александр Подорога поддержал идею о создании координационного совета. Напомню, эта мысль высказывалась на форуме городского сайта. В координационном совете должны быть те люди, которые имеют в себе энергетику, желание, и у них отсутствует какая-либо боязнь, номинальная боязнь, чтобы, извините, главе администрации сказать все, как есть на самом деле. Желание вступить в координационный совет изъявили тренеры-преподаватели спортивных учреждений. Возглавить совет выразил глава администрации. Вырабатывать действенные меры для развития городской системы спорта совместными усилиями они начнут уже на следующей неделе. Первое заседание координационного совета запланировано на 5 апреля. Другими словами, диалог получился, и его участники услышали друг друга. Светлана Грачева, Михаил Муштареев, телерадио-компания «Муравленко-ТВ». 25 марта свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. Сфера культуры сегодня – это показатель развития общества. Это не только отдых, но и сохранение социальной стабильности. Труд людей, занятых в сфере культуры, трудно переоценить. Благодаря их профессионализму, жителям «Муравленко» доступны концертные залы, кино, выставки, музеи, библиотеки, клубы по интересам, учреждения дополнительного образования, которые посещают не только дети, но и взрослые. Спектр услуг, оказываемых учреждениями культуры нашего города, широк и многообразен. А люди, занятые в этой профессии, отличаются особым оптимизмом, целеустремленностью и многогранностью талантов. Хотелось бы похвастаться тем, что буквально два дня назад Мосгородской дом культуры выиграл грант в размере 750 тысяч на поддержку проведения окружного праздника Сабантуй. Девять ребят из наших учреждений получили поддержку губернатора в размере стипендий, в размере 500 рублей. Ежемесячно они будут получать в качестве поощрения за свою активную такую позицию в сфере культуры. Чем еще может похвастаться культура на сегодняшний день? Это безусловно тем, что мы получили, не мы, а Светлана Гарьевна Валяева получила звание заслуженных деятелей искусств ЕНАО. Педагоги у нас получают грантовскую поддержку. Коллективу хотелось бы пожелать прежде всего творческих успехов, высоких достижений, чтобы все мечты сбывались, планы осуществлялись. Была уверенность в завтрашнем дне. А 23 марта в Муравленко отметили, пожалуй, один из самых зрелищных и колоритных национальных праздников – День оленевода. В субботу в городском парке культуры и отдыха в течение всего дня проходили массовые мероприятия, принять участие в которых смог каждый желающий. Торжественное открытие праздника состоялось в полдень. Я очень рад, что сегодня этот замечательный праздник мы празднуем все вместе, потому что все мы его ждали на протяжении целого года, потому что этот праздник горячо любим всеми – и тружениками тундры, и теми людьми, которые живут в городе, кто работает на нефтегазовых промыслах. Я хочу поблагодарить Александра Александровича по дорогу за то, что сегодня организован такой замечательный праздник, создана такая прекрасная атмосфера. И я уверен, что сегодня все запланированные мероприятия пройдут на высшем уровне. Праздничная программа по традиции была насыщенной. Гонки на олейних упряжках, прыжки через нарты, метание тензиана на хорей, перетягивание палки и показ костюмов. В национальных соревнованиях и конкурсах участвовали более ста человек. Итоги праздника подвели вечером. Галина Мултанова и Иван Мултанов стали лучшими гонщиками. В метании тензиана отличился Николай Токачев, а в прыжках через нарты первое место завоевал Виталий Мултанов. Все победители и призеры награждены ценными призами и подарками. В минувшие выходные в Муравленко прошел конкурс «Безопасное колесо». В этом году он стал юбилейным. Впервые состязания юных велосипедистов состоялись в 1994 году. И вот уже 20 лет они проводятся ежегодно в лучших традициях. Отмечу, муравленковские юидовцы – пионеры в проведении «Безопасного колеса» на Ямале. Спустя три года этот конкурс подхватили все муниципальные образования нашего округа. И с тех пор лучшие команды юных инспекторов дорожного движения стали соревноваться и между городами. Какая команда «Юид» в этот раз отправится представлять Муравленко на окружном конкурсе «Безопасное колесо» знает моя каллига Ратьяна Бойко. В этом году конкурс «Безопасное колесо» в нашем городе отмечает сразу два юбилея. 20 лет его проводят в Муравленко и 40 лет в России. С праздником юных инспекторов дорожного движения пришли поздравить многие, в том числе и студенты многопрофильного лицея. Пять лет назад эти ребята принимали участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в Ростове-на-Дону. Ребята, большого вам удачи. Проявите свою смекалку, покажите свою логику и покажите все ваше мастерство, все, что мы научились за всю подготовку. Соревнования начались с творческого конкурса. Юные инспекторы дорожного движения со сцены убедили не только жюри, но и зрителей. Они помогут навести порядок на дороге. Делать предстоит нам очень много. Перед нами новый век открыт. «Будет безопасность на дорогах! Наше поколение говорит!» Остальные этапы конкурса проходили параллельно друг с другом. Одни ребята решали билеты по правилам дорожного движения, другие думали над тем, какие из этих знаков запрещающие, третьи старались оказать первую доврачебную помощь. Теорию ребята постигали в течение года. Многие из конкурсантов тонкости ПДД и медицины знают не хуже опытных водителей. Один из самых увлекательных этапов конкурса – вождение в автогородке. Здесь все как у взрослых. Нужно следовать указаниям регулировщика, дорожных знаков, пропускать пешеходов и не выезжать на встречку. Правда, без ошибок удалось проехать не всем. Чаще всего штрафные баллы юные велосипедисты получали за забывчивость подачи сигнала рукой из-за движения по встречной полосе. Хотя каждый из участников точно знает, что нужно для победы на этой станции безопасного колеса. Первое – надо знать правила дорожного движения, быть очень внимательным, показывать твои движения, в какую сторону ты едешь. И очень много знаков надо было учить. Александр Малюков 13 лет назад тоже принимал участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». Он встретился с нами накануне состязаний во время одной из тренировок. Чтобы целиком окунуться в воспоминания, даже сел за руль велосипеда. Станцию фигурное вождение одной из самых сложных в конкурсе проехал почти без ошибок. По его словам, сейчас конкурс отличается от тех, которые проводились 10 лет назад. Сейчас уже смотришь, уже кегли выделяют, все на это средства, велосипеды у каждого свой. Раньше бывало и на одной велосипеде двоем занимались. Выставляли кегли, какие-то там снаряды из оборудования. Ну, как-то выкручивались, чтобы потренироваться. Борьба за победу длилась около пяти часов. В результате лучшей в конкурсе агитбригад стала команда начальной школы. Вместе с тем жюри присудило и шесть призовых мест в личном первенстве. И, наконец, юбилейный кубок и лавры победы получила... Команда от школы номер один. Первая школа второй год подряд становится лидером безопасного колеса. Уже на этой неделе ребята начнут готовиться к окружным соревнованиям, которые пройдут в конце апреля в Губкинском. Татьяна Бойко, Анатолий Шульков, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. В Салихарде завершился второй международный снегоходный марафон «Ямал-Кан», организованный при поддержке правительства Ямал-Ненецкого автономного округа. В нем приняли участие 89 спортсменов-экстремалов из России, Финляндии, Испании, Швеции, Австрии и США. Арктический регион на гонках представляли снегоходчики из Ноябрьска, Салихарда, Нового Уренгоя, Муравленко, Таркасалем, Приуральского, Ямальского, Красноселькубского и Шурышкарского районов. В этом году маршрут соревнований был усложнен. Спортсменам необходимо было проехать несколько километров по территории Ямальской тундры, где не было остановок для заправки и короткой передышки. Борьба за звание лидера была жаркой и напряженной. В итоге победу в классе «Спорт» одержал спортсмен из Финляндии Юни Густавсон, преодолев дистанцию за 1 час 43 минуты. Первое место в классе «Утилиты» завоевал Пол Мак из США. Из 89 участников Сергей Плотников из Муравленко финишировал 30-м. Мы любители, а мы выезжаем все-таки на международные соревнования. И то большой плюс, что мы вообще с трассы не сходим. Трасса по сравнению с тем годом очень серьезная была. Было очень много поворотов возле обрывов, подъем трассы, спуск. Ну, сложно было, сложно было, да. Новости спорта. В воскресенье в спортивно-оздоровительном комплексе «Ямау» состоялись соревнования по плаванию среди трудовых коллективов. А в детско-юношеской спортивной школе юные шахматисты выявляли сильнейшую команду среди школ города. Денис Максимчук наблюдал за этими соревнованиями. Ему слово. Соревнования по плаванию в зачет спартакиады трудящихся проводятся в Муравленко ежегодно. Команды различных предприятий и учреждений города выявляют, кто на сегодняшний день лучший пловец и чья сборная сильнее других в эстафете. В прошедших соревнованиях участвовали пять команд. Городской больницы, управление образования, Газпром нефть Муравленко, ММК и борца Муравленко. В личном первенстве среди женщин лучший стала Маргарита Коновалова. Среди мужчин сильнейший пловец Артемий Заря. Команда предприятия «Борец Муравленко» в упорной борьбе вырвала победу и по итогам всего соревнования заняла первое общекомандное место. Вторыми стали представители многопрофильного колледжа. Замыкают тройку призеров пловцы филиала «Газпром нефть Муравленко». Результаты лучше у всех у ММК, потому что дети у нас занимаются ежедневно. У них желания больше, они молодые. Перспектив у них тоже больше, так как они молодые. А спортсмены, которые у нас работают, они, спасибо им, что они умудряются уделить свое внимание и посетить наш бассейн. Соответственно, кто посещает, тот и плывет. В соревнованиях по шахматам в рамках спартеяды учащихся города приняли участие четыре команды. По регламенту каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Соревнования проходили по круговой схеме в три тура. Сильнейшую сборную выявляли по наибольшему количеству побед. В итоге на верхней ступени пьедестала оказались учащиеся четвертой школы. Серебро у первой. Почетное третье место заняли шахматисты из пятой школы. Денис Максимчук, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». И это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города. Муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Хватит ждать. Возьми и трать. Потребительские кредиты ЗАО «Старбанк». Лицензия ЦВРФ 548.